Здравствуйте! При разработке и конструировании различных высокочастотных устройств, приемников, передатчиков, усилителей и тому подобное и в радиолюбительском творчестве, и в промышленной профессиональной разработке часто очень требуется прибор, который позволяет измерить и оценить амплитудно-частотную характеристику каких-то узлов, схем. И вот таким прибором является в том числе и анализатор спектра, содержащий в своем составе также еще и трекинг-генератор, то есть генератор, который перестраивается по частоте синхронно с анализатором спектра. Вот о таком приборе ARINST я вам сегодня и расскажу. Миниатюрный анализатор спектра со встроенным трекинг-генератором ARINST SSA-TG-LC-R2. Что это такое? Это измерительный прибор, анализатор спектра, который также содержит в своем составе еще и высокочастотный генератор, перестраивающийся по частоте синхронно с анализатором. Можно использовать его как отдельный анализатор спектра, можно использовать как анализатор спектра с генератором, то есть прибор для исследования АЧХ каких-то узлов. Этот прибор работает в диапазоне частот от 35 МГц аж до 6000 МГц. МГц до 6 ГГц можно с помощью этого прибора настраивать различные узлы приемников, передатчиков, которые содержат в своем составе фильтры высокочастотные. Можно также с помощью этого прибора настраивать отдельно высокочастотные фильтры, например, фильтр для разделения UHF и VHF антенн, подключаемых к одной двухдиапазонной радиостанции. Можно с помощью такого прибора настраивать и измерять АЧХ режекторного фильтра, который подавляет частоты вещательных радиостанций в диапазоне 88-108 МГц. Сравнивать эффективность, проверять работу, позиционировать в пространстве направленные антенны диапазона Wi-Fi 2.4 или 5.6 ГГц. Сейчас, например, ко входу анализатора спектра подключена направленная антенна, имеющая заметное усиление, а к выходу генератора простейшие Wi-Fi антенны. И мы видим, на каких частотах, с каким затуханием сигнал с одной антенны передается на другую антенну. С помощью внешнего измерительного моста такого или какого-то другого мы можем измерять, какая часть сигнала отражается от нагрузки. Можем измерять КСВ нагрузки. Например, сейчас к измерительному мосту подключена однодиапазонная UHF антенна, и мы видим ее КСВ в широком диапазоне частот. А вот для сравнения график зависимости КСВ от частоты для VHF укороченной антенны с удлинительной катушкой в основании. Видим, что антенна это очень узкополосная. Даже определить резонансную частоту и настроить на нужную частоту. Простой одиночный колебатель на лице контур может за помощью такого прибора. Вот сейчас, например, выход трекинг генератора подключен в низкоомный отвод контура, а вход анализатора спектра получает сигнал с помощью одного витка связи. И мы видим, что резонансная частота контура примерно в районе 170 МГц. И конечно же можно настраивать дуплексные фильтры на любой УКВ диапазон с помощью этого прибора. Вот сейчас, например, мы видим АЧХ дуплексного фильтра на диапазон 150 МГц. Устанавливая антенну сотовой связи где-то на загородном участке, где сигнал базовых станций принимается слабо, мы с помощью такого прибора можем не только более точно направить антенну на базовой станции, мы можем сравнить различные виды антенн. Установив одну антенну, измерив сигнал с этой антенны, установив другую антенну. Измерив с неё сигнал с помощью такого прибора. Мы можем сравнить, какая антенна более эффективно работает. Мы можем понять, какой оператор сотовый в нашей местности принимается лучше. Так, каждый оператор вещает в своем поддиапазоне частот, на своих частотах, то с помощью такого прибора мы можем посмотреть именно в нашей местности от какого оператора именно на нашу антенну сигнал приходит сильнее. О подобном приборе, но имеющем встроенный дисплей я вам уже рассказывал в одном из своих видео. Так вот этот прибор это можно сказать уменьшенная немного упрощенная версия того прибора. В отличие от того прибора этот не имеет встроенного индикатора, не имеет встроенной какой-то системы управления, не имеет встроенного источника питания аккумулятора и не имеет bluetooth интерфейса. Этот прибор работает, питается только от usb интерфейса и может работать с программным обеспечением на базе windows pc и на базе android. Соответственно android должен иметь usb хост. На корпусе этого прибора нет никаких органов управления, есть только mini usb разъем для подключения к компьютеру или android устройству именно по этому интерфейсу, по этому разъему и происходит питание прибора и по нему же естественно происходит управление и взаимодействие с программой. На другой части корпуса есть два высокочастотных разъема. Это разъемы SMA MAMA, один разъем соответственно вход анализатора спектра, другой разъем выход трекинг генератора. Других разъемов и органов управления на корпусе прибора нет, как вы видите сам прибор очень маленький. Продается он вот в такой небольшой картонной коробке. В комплекте кроме самого прибора есть еще usb кабель, также документ, паспорт, изделие, в котором перечислены кратко характеристики и возможности прибора. Подробное описание инструкции можно скачать в виде pdf файла. Также в комплекте есть еще два переходника SMA, которые не меняют тип разъема, а предназначены для защиты встроенных штатных разъемов SMA, которые есть на приборе. То есть установив эти переходники мы можем подключать те же самые кабели к прибору, что и без этих переходников, но сами встроенные разъемы у нас будут защищены, то есть будут изнашиваться эти переходники. Когда они у нас износятся мы поставим новые. Встроенные штатные разъемы не будем разбалтывать, не будем изнашивать. Напомню, что название всей серии приборов ARINST образовано как аббревиатура от слов Amateur Radio Instruments. Большинство характеристики этого прибора такие же как и у прибора с дисплеем и встроенным аккумулятором. Основные из этих характеристик такие. Диапазон частот от 35 МГц до 6 ГГц. Скорость обзора 100 МГц меньше 0,1 секунды. Динамический диапазон 70 дБ. Чувствительность, то есть планка шума, минус 95 dBm. Максимальная полоса обзора равна всему рабочему диапазону частот этого прибора. По архитектуре прибор построен как супергетеродин с одним преобразованием частоты и с программным подавлением зеркального канала. В программе для управления прибором самый главный, самый первый диалог, это конечно же управление частотой. В этом диалоге можно задать как центральную частоту и ширину полосы обзора, так и начальную и конечные частоты просматриваемого участка спектра. На спектрограмме также могут отображаться участки частот диапазоны, имеющие свои названия. Эти диапазоны есть как предзагруженные в программу, так и пользователь может создавать их в любое количество и сохранять в отдельных файлах. Второй пункт в программе это управление амплитудой. График мы вообще можем перемещать вверх-вниз, просто взяв его мышкой за шкалу в левой части. Третий пункт меню программы это управление встроенным ВЧ генератором. Здесь генератор можно включить, можно установить для него фиксированную рабочую частоту и уровень выходного сигнала в диапазоне от минус 15 до минус 25 дбм. Также здесь генератор можно переключить в режим трекинга, тогда частота у нас для генератора не будет устанавливаться вручную. И генератор будет перестраиваться синхронно с анализатором спектра. Для использования генератора в таком режиме нужно выполнить нормализацию. На график можно добавлять маркеры на интересующие нас частоты. Это может пригодиться как в режиме анализатора спектра, так и в режиме исследования амплитудно-частотных характеристик. Такая возможность есть в четвертом пункте программы под названием маркеры. Маркеры на график могут также добавляться автоматически программой. Это может быть как один маркер в точке с максимальным уровнем сигнала. Так это может быть и несколько маркеров, каждый из которых будет расположен в пиковых значениях на графике. Эти маркеры могут быть установлены как единоразово, так и программа может автоматически отслеживать изменения спектрограммы и перемещать в соответствии с этим маркеры. Сам график спектрограммы в программе может отображаться в нескольких режимах. Первый, обычный режим, простой, когда график показывает текущие мгновенные значения на момент измерения. Также график может быть в режиме средних значений за несколько измерений. Еще программа кроме обычного графика может одновременно показывать другим цветом график максимальных значений за несколько измерений и минимальных значений. Конечно в программе есть различные вспомогательные диалоги с настройками и информацией. По-моему очень неплохие приборы, а уж вот эта модель без встроенного дисплея и аккумулятора еще и недорогая. Может быть кто-то из начинающих радиолюбителей или дилетантов в радиоделе скажет, да я лучше куплю китайский RTL-SDR за 1000 рублей и буду с помощью него спектр смотреть, или какую-то другую дешевую китайскую безделушку. Пожалуйста, купите и смотрите, если вас это устраивает. Если у вас есть какие-то сомнения, что там все-таки может что-то не устраивать в китайском качестве, тогда я вам сейчас подскажу в чем надо сомневаться. Во-первых, этот анализатор, это измерительный прибор. Его показания происходят в децибелах, а не в каких-то условных единицах, которые получаются непонятно почему в всяких китайских RTL-SDR. Во-вторых, это динамический диапазон. Этот прибор выдерживает подключение достаточно хороших антенн и мощных сигналов на входе и не перегружается. Например, я подключил этот анализатор к широкополосной антенне дискоконус на крыше высокого здания в центре крупного города Нижний Новгород. И он прекрасно работает, не перегружается, показывает различные сигналы, их спектр. Естественно, никакой RTL-SDR и тому подобные дешевые китайские игрушки не работают при подключении к этой антенне вообще. И в-третьих, конечно же, диапазон частот. С помощью этого прибора можно настраивать антенны, сравнивать между собой антенны, направлять их на источник сигнала и для диапазонов Wi-Fi 2,4 ГГц и для диапазона 5,6 ГГц. Точно также для сотовой связи 3G-4G. Ни с помощью какого китайского RTL-SDR и тому подобного, конечно же, этого ничего сделать нельзя. Если вы знаете какой-то китайский дешевый прибор, который позволяет и 5 ГГц посмотреть, ну, наверное, он будет стоить не столько, сколько RTL-SDR. Если вас заинтересовал этот прибор, то очень рекомендую вам обратить внимание на остальные приборы из серии ARINST. Особенно на такой же анализатор спектра со встроенным генератором, но работающий автономно от аккумулятора и имеющий свой цветной дисплей. Тот прибор точно также может подключаться к компьютеру, но может и работать абсолютно автономно. Ссылки на мои обзоры этих приборов есть в описании к этому видео. Там же есть и ссылка на сайт производителя приборов ARINST. На этом пока все. Спасибо, что смотрели это видео. Смотрите также другие мои видео. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Здесь был Алексей Игонин. До свидания.